И к другим темам, 10 лет спустя в Перми почтили память погибших в Хромой Лошади. Пожар стал крупнейшим по числу жертв в современной истории России, тем более в ночных клубах. Гибель 156 человек шокировала всю страну. В память о трагичном событии в городской сквер пришли близкие родственники погибших. К памятнику жертвам трагедии несут цветы. Также в городе организовали специальный автобус, который довозил людей до северного кладбища, где похоронили большинство погибших. Трагедия в Пермском ночном клубе «Хромая лошадь» прогремела на всю страну в 2009 году. Из-за фейерверка так называемого холодного огня в заведении начался пожар, а затем паника и давка. 156 человек погибли, более 60 посетителей клуба получили ожоги. В числе посетителей «Хромой лошади» был один южноуралец, 24-летний гандбалист из Снежинска Александр Константинов. После ЧП его доставили в больницу Москвы, но спасти парня не удалось. Спасли тогда пострадавших и в Челябинском ожоговом центре. К нам привезли семерых пострадавших, двоих. Через несколько дней отправили домой, троих спасти не удалось. Еще две пациентки Ляля Кореева и Светлана Коцарева успешно прошли лечение у челябинских медиков. Мне главное влиться в жизнь, дальше продолжать жизнь, жить и радоваться. Я очень рада, что мне дали вторую жизнь. Но фобии по отношению к подобным заведениям, конечно, немножечко страхи и описения есть. Вечером в органном зале Пермской филармонии пройдет выступление государственного уральского камерного хора, которое приурочено к трагической дате. Продолжение следует...